приветствую всех на канале Матковод с вами я Илбак Игорь моя любимая жена Машенька Машенька привет привет разбудил Машеньку сегодня пораньше чтобы мне помогла пока вот дождь падает и хочу посмотреть эту семью которую вчера грабили мне кажется что тут уже ничего нету как бы хорошего и надо принять решение потому что вчера когда ее грабили ну нельзя было ее или переставить или что-либо с ней сделать сейчас ну посмотрим что там происходит и примем какое-нибудь решение также друзья хотел бы похвастаться вот такой стамесочкой магазин Долина Мета мне любезно предоставил ну и хочу поделиться такие стамески ну не знаю правда что производство ну продает магазин Долина Мета есть крючок чтобы отодвигать ну стамеска ручка деревянная так что если кому будет ну нужны стамески чтобы понимали вот видим сиропа тут уже никакого нету а посмотрим как в других семьях то что налилось тут тоже нету так что забрали за ночь сейчас посмотрим пчелы да что то тут то не так что то тут не так друзья пчелы тут мало в этом уле да друзья ее полностью ограбили ее не вчера начали грабить и грабили ее уже давно тут наверное в этой семье что-то произошло да тут что то произошло и хотя нет есть и яйца матка тут где то должна быть но что то в этой семье произошло точно друзья что я буду предприниму с этой с этой семьей я ее наверное сейчас расформирую так как с нее толку не будет уже сейчас дождь падает я ее расформирую потому что ну спасти ее мне не удастся я ее наверное расформирую на стартера стартера понесу под силю этим этим расплодом который есть под силю стартера другого я как бы сейчас не вижу не вижу чтобы лучше с ней сделать и так и так стартера надо подселять ну а тут будет наверное 4 рамочки расплода ими и подселю а пчелу и пчелу туда же подселю ничего там страшного не произойдет потому что сейчас я считал что воровок тут уже в семьи нет тут уже только те пчелы которые ну должны тут быть если которые вернутся пускай возвращаются а расплод остается не летная пчела останется тут ладно друзья падает дождь вот такой распадался иду я пока это понесу в машину ну машинка нажимай на пол так друзья пришли мы ну ой прилепили прилепили принесли улей ну и сейчас переложу рамки из него стартера жалко семью что так произошло но но тем не менее произошло то надо надо спасать то что есть кстати активно начали осы появляться появляются осы ну еще конечно беды большой не делает но но уже надоедает вымем сразу же прививочку открою так что то я не туда залез постараюсь вставлю тревилочку воспитательность щас вдохнём и посмотрим вот тут наверное раз не приняли два три эти все эти все прием хороший прием хороший хоть хоть и условия погодные для приема очень отвратительные ну что открываем этот заберу отсюда только расплодные рамки поставлю все ими вот одна расплодная а да тут же маточка еще есть их хорошенько пограбили сейчас надо найти маточку сначала маточка тут маточка тут красненькая кстати это семья так что что пропала матка было недавно что мы две подложили да маточка это это из-за этого наверно так и произошло тут тут пчелы было мало в этой семье ну тут нечего брать просто рамки стряхнем да в этой семье это матка в семье недавно сейчас просто тетрадки под рукой нету я показывал ролик где пропали две матки в одну семье в одной семье я раздавил матку потому что не было на задней на задней лапке коготков а вторая я говорил что пропала по какой-то причине это вот эта вторая маточка эти матки тут недавно ну видим их пограбили пчелы тут осталось мало ну вот такая некрасивая ситуация хотя они совсем пограбили видите вот эти эти рамки не тронуты еще тут тоже поставлю шаба . сейчас возьму в клетку маточки возьму в клетку пчелок Набираю. Набрал пчёлок. Да. Не очень, конечно. Люблю я такое делать. Но, тем не менее, если происходит, что-то надо делать. Так. Где наша маточка? Ага, вот она входит. Маточка сюда. В клеточку. И эту рамочку. Две расплодные поставил. Одну, да? Одну сюда и две сюда поставил. А это всё уже мёд. Эти просто стрясу пчелы эти. Ну и всё. Ну, ладно, друзья. Ну, конечно, можно было эту семью пытаться ещё спасать. Ну, и так и так надо было мне это подселить. Это, по большому счёту, тут на четырёх рамках пчелы всего лишь. А на прошлый раз, скорее всего, почему-то матка пропала. Они, скорее всего, сроились. Из-за этого не было там матки. Потому что я нашёл там плодную в тот момент. Ну, когда пришёл смотреть. Ой, говорю плодную. Не плодную маточку. Не плодную маточку. Я её ликвидировал и на её место поставил свою матку. Так что так, было уже полу улья. А теперь ещё момент грабежа ещё стало меньше. Ладно, друзья, сейчас я это раскладу так, как мне это надо. Ну и буду дальше работать. И так, друзья, подведём итоги. Ну, потеряли семью. Ну, выложили рамочки с расплодом в стартер. Подселили стартер. Может было, конечно, спасать. Можно было перевести этот ульей, например, или на этот, или на тот другой точок, где деревянный. Ну, подальше от этого места. Скоротить его. Потому что, ну, крайние рамки в конце гнезда не были. Ещё начали грабиться. Как бы ограбили всего лишь пол гнезда. Ну, кто будет говорить, что можно было спасти? Можно было. Но я для себя принял решение, что всё-таки лучше мне ими подселить стартер. Так как, ну, пытаться его спасать. Пытаться его... Ну, он слаб. Причина ограбления какая была? Семья строилась. Я заметил там уже, ну, плодная матка улетела с гнездом. Осталось мало пчёлы. Неплодная матка ходила. Я её ликвидировал. Поставил на её место плодную матку. Не скоротивший гнездо. Это была моя ошибка. Пчёлы обсиживали рамки не густо. Что спровоцировало других пчёл на то, что, ну, смогли войти в этот ульей и начать его грабить. Это была моя ошибка. Ну, и кормление в обед. Всех остальных пчёл, которые в улье сидели, мы вот их просто по огороду растрясли. Вот видим, как летают, искают, где тут сидят, где тут, видим. Припрашиваться сейчас начнут. Поприпрашиваются в другие ульи. Вот Машеньку всё облетают. Ну, сидят на Машеньке. Так что, ну, вот так. Друзья, это наша ошибочка была. И, ну, вы тоже не допускайте. Если уже такое произошло, семью надо скоротить. Ну, при закрытии лёточки. И если, тем более, взятка нету, как у нас сейчас. Ну, и наблюдать за ней. Опять напоминаю, за стамесочку Дарлина Меду. Ссылочка на их сайт будет под видео в описании. У них есть инвентарь весь для пчеловодства. Так что, кого интересует, заходите по ссылочке на их магазин и заказывайте, что вам надо. Ладно, друзья, на сегодня буду заканчивать. Всё, если нравится наш канал, подписываем, ставим классы. Если не нравится, дизлайки. Всё, всем пока-пока.